Всем привет! Сегодня готовим быстрый и вкусный перекус. Возьмем кусочек хлеба, нарезаем его по ширине сосиски. Вот так вот. Хлеб можно взять любой. У меня попался обычный, я купил в магазине, самый простой. Дальше его режем на небольшие брусочки, тоже по форме напоминающие сосиску. Хлеб абсолютно любой. Теперь выкладываем три сосиски. Между ними кладем хлебушек. Это вредно. Но жара такая стоит, что без этого никак. Так, берем шпажку и нанизываем наши сосиски хлеб с хлебом на шпажки. Можно взять две. Я взял три шпажки. Если возьмете две, то получится пошире наши шашлычки или канапешки, как их назвать, не знаю. Все, аккуратно протыкаем, чтобы не пораниться. И разрезаем на три части. Готовы наши шпажки. Можно и так съесть, я думаю. Даже жарить не надо. Делаем еще одну заготовочку. Разрезаем. Можно даже края подровнять, как сделал я. Получается более красиво. Ровненько все. Ну что, продолжаем дальше. Теперь берем сыр, натираем его на терке. Можно на крупной, можно на средней. Готово. Думаю, мне этого хватит. Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем наши шашлычки, шпажки, со всех четырех сторон. До золотистой корочки. Теперь берем сыр, выкладываем на сковородку. Ждем, пока он подплавится маленько. Кладем сверху нашу шпажку и аккуратно заворачиваем ее в сыр. Первый раз у меня не получилось, но с опытом все стало получаться. Вот это я уже, честно говоря, вторую завернул. Первая, как говорится, блинкомом. А вот третья вообще идеально получилась. Смелее у вас все получится. У меня же получилось. Готовится быстро, бюджетно. Очень-очень вкусно. Вот такая вот красота у нас получилась. Конечно же, лучше всего с тем чаем, с которым я пил. Но это вредно. И ничего коротеньшего в этом блюде. Полезного нет, но зато очень-очень вкусно, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем приятного аппетита, друзья. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok